Министерство иностранных дел В своем сообщении в социальных сетях Цуля написал, что согласился принять полномочия главы Дипмиссии с целью укрепления молдовенгерских отношений. Он уточнил, что покинет министерское кресло после президентских выборов, чтобы обеспечить их нормальное проведение. Советник премьера по связям с общественностью Борис Харя не ответил на наши звонки для комментариев. Отметим, что эта перестановка произошла спустя день после того, как Игорь Дадон заявил СМИ, что несколько министров, социалистов и демократов в Кабмини-Кику потеряют свои должности, а сам премьер останется. Пандемия коронавируса осложняет процесс голосования на предстоящих 1 ноября президентских выборах. Министерство иностранных дел и европейской интеграции объявило, что ограничительные меры во Франции, Испании, Ирландии и Израиле, призванные сократить распространение коронавируса, могут повлиять на работу избирательных участков, открытых в этих странах. По данным молдавского МИДа, деятельность избирательных участков, открытых в городах Париж, Монтрой, Вильнёв, Сен-Жорж, Леон, Страсбург и Ницца, будет изменена в связи с ограничениями на передвижение в ночное время суток, установленными французскими властями. Лишь избирательный участок в Бордо будет работать в штатном режиме. Посольство нашей страны в Париже рекомендует молдаванам, находящимся во Франции, прийти на участки до 9 часов вечера, чтобы избежать штрафа за нарушение эпидемиологических мер. На все территории Ирландии введены строжайшие ограничения вплоть до 1 декабря, включая запрет на поездки дальше, чем 5 километров от места проживания. А это существенно осложняет возможность граждан Молдовы посетить избирательные участки, открытые в этой стране. Посольство Молдовы в Дублине обратилось к ирландским властям с просьбой разъяснить, можно ли считать поездку избирателя на участки для голосования веской причиной, которая не будет облагаться штрафом. Но ответа на этот вопрос получено пока не было. Правительство Испании ввело 25 октября 15-дневный режим повышенной готовности, который не предусматривает изоляцию на дому, но налагает ограничения на поездки между провинциями. Таким образом, чтобы посетить избирательные участки в Испании, наши граждане должны будут распечатать и представить подтверждающие письма, опубликованные на официальных сайтах Молдавских госструктур. Такие же действия придется предпринять и нашим согражданам, находящимся в Израиле. Руководитель ансамбля народной музыки Леутары Николай Батгрос госпитализирован в тяжелом состоянии в столичный институт скорой помощи с подтвержденным диагнозом COVID-19. В больнице находятся и другие члены ансамбля, также заболевшие коронавирусом. Пока неизвестно, о каких именно музыкантах идет речь. Представители института скорой помощи утверждают, что маэстро Николай Батгрос, у которого был диагностирован коронавирус, был переведен к ним вечером 26 октября из другой больницы, куда изначально госпитализировали дирижера. По словам вице-директора БСМП Игоря Курова, руководитель ансамбля Леутары находится в реанимации, так как у него тяжелая форма COVID-19. Мы связались с сыном артиста Корнелио Батгросом, чтобы узнать подробности, но он сказал, что занят и попросил перезвонить позже. Но он так и не ответил на наши звонки. Ранее Корнелио Батгрос сообщил одному из частных телеканалов, что у некоторых членов ансамбля был подтвержден положительный результат на COVID-19, и что они находятся в больнице. А так как у музыкантов нет доступа к телефонной связи, всю информацию о состоянии и их здоровье он узнает у заведующего отделением, куда их госпитализировали. Добавим, 65-летний Николай Батгрос – дирижер, скрипач и художественный руководитель ансамбля народной музыки Леутары. За свою карьеру он аккомпанировал и записал больше 200 дисков с известными исполнителями с обоих берегов прута. А в 2002 году телеканал «Романия Интернационал» объявил Батгроса дирижером лучшего ансамбля народной музыки на всем румынском пространстве. Еще один работник системы здравоохранения стал жертвой коронавируса нового типа. Речь идет об анестезиологе Тудере Евангелии, который работал в одной из столичных частных клиник. Он умер от осложнений, вызванных COVID-19, после 40 лет деятельности в медицинской системе. Информация была опубликована в социальных сетях накануне вечером его семьей. Многие из тех, кто его знал, написали десятки сообщений с соболезнованиями. Добавим, сегодня депутат Григорий Репещук сообщил в соцсети, что и у него подтвердился положительный результат на коронавирус. Депутат отметил, что изолировал себя от семьи и лечится дома. На сегодняшний день от осложнений COVID-19 скончались 48 медицинских работников. Общее число инфицированных приближается к 72,5 тысячам. С начала пандемии выздоровели более 53 тысяч пациентов. От осложнений скончались 1710 человек. В Румынии и Украине за минувшие сутки зарегистрировано наибольшее количество скончавшихся от осложнений COVID-19. В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, общая смертность за сутки от коронавирусной инфекции в Европе выросла на 40%. И это только за одну неделю. Сложная ситуация складывается в соседних странах. В Румынии за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 104 человека. В этой связи президент Клаус Йоханнес предупредил, что государству предстоит пройти через очень трудный период. Представители румынской системы здравоохранения сообщают, что медучреждения не справляются с возрастающим количеством пациентов с COVID-19. До сих пор в стране было подтверждено более 217 тысяч инфицированных. И власти Украины рапортует о рекордных цифрах с начала пандемии. За сутки зарегистрировано почти 7,5 тысяч новых случаев, а также 165 смертей. На этот день количество заболевших украинцев превышает 363 тысячи, летальных исходов почти 6700. Глава российского МИДа Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после того, как общался с больным COVID-19 человеком. Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии по уровню заболеваемости коронавирусом. Здесь почти полтора миллиона подтвержденных случаев и более 27 тысяч смертей. В этом контексте Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ежедневная статистика смертности от COVID-19 в Европе выросла примерно на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Большинство случаев зарегистрировано во Франции, Испании, Великобритании, Нидерландах и России. Бельгия на грани эпидемиологической катастрофы. Представители системы здравоохранения предупредили, что в стране в течение двух недель могут закончиться койко-места в отделениях интенсивной терапии для инфицированных коронавирусом. В стране с населением 11,5 миллионов человек за последнюю неделю в среднем ежедневно регистрировалось почти 13 тысяч случаев заражения. Страшная находка в столичном микрорайоне Буюканы. Тело 34-летнего мужчины обнаружили повешенным на дереве в парке на улице Алба-Юлия. Звонок в службу 112 поступил в среду в 8.15 утра. На место происшествия прибыли полицейские и врачи. Они не обнаружили на теле скончавшегося следов насильственной смерти. По предварительной версии, погибший совершил самоубийство, не оставив предсмертной записки. Точную причину гибели предстоит установить после судмедэкспертизы. Многие пожилые люди в нашей стране рискуют замерзнуть зимой от холода. На мизерные пенсии не купить недостаточно дров, ни угля для отопления домов. И единственное, на что надеются пенсионеры, что можно будет получить помощь от государства на период холодов. Иначе придется кутаться в теплую одежду и спасаться только лишь горячим чаем. 80-летнюю Поросковью Визиру из села Рашкана мы встретили во дворе ее дома, где она подсчитывала, сколько дров у нее осталось с прошлой зимы. Женщина признает, что свою пенсию в полторы тысячи леев ей приходится делить строго на лекарства, продукты питания и на содержание. Она жалуется, что цена на дрова и уголь слишком высоки, поэтому огонь в печи не удастся развести. Еще две-три недели я согреюсь тем, что Бог дал, а дальше. Поставлю кипятильник в воду, согреем ноги и ляжем спать, закутавшись. Несколько сотен леев в виде помощи в холодное время года – единственная надежда пожилой женщины. Один кубометр дров стоит тысячу леев, но хватит ли этого на месяц? Да еще и нужен человек, который бы их рубил, принес в дом. Мы сталкиваемся с трудностями, приходится проходить через это. И Вера Драгоман считает, что приближающаяся зима не будет сказочным временем года. Приближаются холода, дров у нас нет, денег нет, я получаю пенсию 640 леев. Будем мерзнуть, что делать? А Елена Жалба говорит, что купила 4 кубометра дров, однако их не хватит даже на ползимы. Женщина с инвалидностью воспитывает четверых детей на пенсию 1600 леев. Прицеп с дровами стоит 7000-8000 леев. А как их собрать? Пенсия должна быть хотя бы 3000 леев. По словам сотрудников Рашканского управления социальной защиты, не все пенсионеры смогут получить финансовую помощь, предназначенную на холодное время года. Если пенсия больше, чем 1300 леев и не выше 2435 леев, а также, если соответствует критериям отбора, то она получит 500 леев в месяц на холодный период года. В этом году тонна угля стоит около 3500 леев, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Однако люди не торопятся закупаться на складе в Страшенах, чтобы пополнить запасы на зиму. Спрос на уголь падает ниже по сравнению с прошлым годом. Люди уезжают, некому разжигать огонь. У нас нет покупателей. По словам представителей агентства Молдсилва, хотя цены на дрова снизились, но люди по-прежнему не спешат их покупать. «Твёрдые породы от 600 до 650 леев, мягкие от 350 до 400, в зависимости от древесины. Постараемся снизить цены, потому что древесины много. Экспорт заблокирован. У нас в лесу много древесины, которая теряет качество». Дмитрий Кожакару говорит, что, тем не менее, в этом году спрос на дрова вырос. Только при мэрии запросили у агентства Молдсилва почти 2 миллиона кубометров древесины. Некоторые горожане решили идти в ногу со временем и перешли на новый вид транспорта – электросамокат, который, с одной стороны, считается экологичным и, что немаловажно, недорогим по сравнению с автомобилем, а с другой – довольно опасным средством передвижения. В Кишиневе открылся даже соответствующий сервис, предлагающий самокаты на прокат. Тем не менее, не все владельцы и просто любители прокатиться на этом двухколесном транспорте знают нюансы поведения на дорогах. Мало того, некоторые утверждают, что столица к такому виду транспорта не готова, так как нет соответствующей инфраструктуры. Подробнее в нашем следующем сюжете. Один из владельцев электросамокатов поделился с нами своими мыслями о передвижении по городу на этом виде транспорта. Он рассказал, с чем ему приходится сталкиваться ежедневно. Чем меньше колесо, тем, скажем, сильнее чувствуется или ощущается все трещины. Это асфальт поврежден корнями деревьев, это старые вырезы, где какие-то коммуникации были проведены. И мне приходится съезжать то на дорогу, то на тротуар. На этих кадрах владелец электросамоката разогнался на и без того оживленной дороге в столице. Эти современные средства передвижения способны развивать скорость до 60 км в час. Нетрудно представить, что ждет лихача в случае, если водитель обычного авто на соседней полосе вовремя не отреагирует на маневры владельца двухколесного транспорта. Сразу же за мостом. Опять же, человек направился в первом ряду. И транспортное средство в момент, когда изменило направление движения, произошло столкновение. В результате этого человека погиб. На этих кадрах можно увидеть последствия ДТП, в которые попал подросток на электросамокате. В погоне за модой не все осознают, насколько это может быть опасным. Вы находитесь абсолютно незащищенный, вы стоите стоя, держите за руль. Маленькое колесо и 40 км в час такая скорость очень ощутима для такого транспортного средства. В настоящее время водители электросамокатов должны соблюдать те же правила дорожного движения, что и велосипедисты. Тем не менее, в генинспекторате полиции рассказали, что был разработан законопроект и отправлен на рассмотрение в различные ведомства, чтобы конкретизировать, какие правила должны соблюдать на дорогах водители электросамокатов. На данный момент он находится на реализации. У всех министерств, которые ответственны за безопасность дорожного движения, он будет направлен в правительство для того, чтобы быть одобрен в начале следующей недели. С начала этого года в Молдове зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий с участием водителей электросамокатов, один из которых оказался с летальным исходом. На этом все к этому часу. В студии была Ирина Варсан. Спасибо, что были с нами. Не пропустите в 21.00 вечерний выпуск программы «Время новостей». Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова